здравствуйте уважаемые читатели и гости сайта заметки электрика у меня на сайте имеется статья где я подробно рассказывал про последствия обрыва нуля в трехфазной системе и даже привел там расчет смещение нейтрали и полученных напряжений в каждой фазе после обрыва но в комментариях меня попросили провести данный эксперимент в реальных условиях чтобы убедиться что установленные в цепи реле напряжения действительно смогут спасти потребителей от понижения или повышения напряжения при обрыве нуля в общем у меня имеется трехфазная сеть к одной фазе я подключил тепловентилятор вот он у нас такой тепловентилятор луч мощностью 1250 ватт а ко второй подключил вот такой вот это небольшой контактор мощность я его не знаю его катушки он у меня используется как как маломощный потребитель третью фазу я использовать не буду так как смысл будет вполне понятен и на двух фазах то есть я по сути сымитировал нагрузку в разных квартирах размещенном например на одной площадке одна квартира у нас более нагруженная там включен например от тепловентилятор ну или другая мощная нагрузка а другая квартира там бабушка всегда экономит и у ней подключена там какая-нибудь одна лампочка холодильник там телевизор какой-нибудь один включен и не более того то есть вот это полностью имитация двух квартир а да кстати этот мультиметр у меня подключена квартире номер один чтобы смотреть напряжение а второй 3 клещи у меня подключены смотреть напряжение квартиры номер два испытания я проведу в три этапа ну сейчас я покажу вам какое напряжение имеется на каждой из квартир в нормальном режиме работы так поехали в общем смотрите 245 можно немножко уменьшить 220 сделала давайте примерно вот у нас 220 вольт в первой квартире и вот у нас 225 вольт во второй квартире тепловентилятор работает контактор у нас подтянут отключаем это нормальный режим работы у нас ну думаю здесь все как бы понятно идем далее теперь я сымитирую обрыв нуля в этажном щите предположим что у нас это допустим это у нас последний этаж это у нас две квартиры и магистральный 0 отвалился где-то между предпоследним и последним этажом нагрузки двух квартир у нас получились объединены одним нулем то есть 0 на них не приходит но общая точка у них то есть они собраны звездой она у них соединена вместе но смотрите внимательно потому что возможно что у меня задымится контактор потому что у меня катушка на нем 220 вольт и я боюсь что он даже кратком кратковременно не выдержит повышенное напряжение ну и также смотрите внимательно на приборы я уже это объяснял тут и вкратце повторюсь коль у нас сопротивление у нагрузок имеет разное значение то есть у этого сопротивления гораздо меньше у контактора сопротивления гораздо больше то есть это получается у нас не симметричная нагрузка то есть при обрыве нуля у нас нейтраль смещается в сторону может нулевая точка уйти вообще в точку фазы фазную точку по векторной диаграмме может немножко смещаться влево вправо вниз там зависимости от сопротивления нагрузок но не суть важно в общем дело в том что у меня не симметричная нагрузка а значит сейчас будет перераспределяться напряжение на каждом потребителя то есть по сути у меня две фазы сейчас и у них общая нулевая точка сейчас 380 вольт у нас приложится на эти два потребителя но так как сопротивление у них разное то падение напряжения на каждом потребителе будет разное скажу сразу что напряжение на потребители квартиры номер один будет меньше чем напряжение на потребители квартиры номер два то есть здесь будет напряжение я думаю порядка 300 вольт а А потому я сейчас как бы буду снимать быстро, долго не затягивать, потому что боюсь, что у меня поплывёт катушка у контактора. Контактора с катушкой на 380 вольт я не нашёл. Здесь стоит катушка на 220. Ну, примерно, я думаю, вольт 300 сюда приложится. Здесь, возможно, будет около, не знаю, 60-50 вольт. Ну, в общем, посмотрим. Итак, включаю, поехали, смотрим внимательно. Смотрите, 400 вольт на катушке, 400 и 45 вольт на тепловентиляторе. Естественно, тепловентилятор не работает, а на катушке приложено 400 вольт. Всё отключаю, чтобы не спалить катушку. Ну, вроде катушка не нагрелась у нас. Вроде катушка не нагрелась. Ну, как вы видели, естественно, при 45 вольтах тепловентилятор у нас даже не запускается, он просто стоит. К нему приложено напряжение 45 вольт. Здесь же напряжение не ровно 380 вольт, а чуть больше. Поэтому и получилось, что здесь около 404 вольта. То есть, 400 вольт было приложено к квартире номер 2. Естественно, вы это понимаете, что при таком напряжении все подключенные и имеющиеся потребители в квартире номер 2, они сгорят. А, соответственно, чтобы подобных ситуаций не получалось, нам необходимо защищать наше оборудование, оборудование и приборы наших квартир с помощью соответствующих устройств. На своем канале и на сайте я уже посвящал им, неоднократно посвящал им отдельные статьи и видеоролики. То есть, у меня есть рассказ про однофазные реле напряжения, про трехфазные реле напряжения. Есть подробная статья про расцепители минимального и максимального напряжения РММ-47. Как я уже говорил в начале видео, меня попросили в комментариях провести эксперимент, аналогичный эксперимент, только установив в каждую фазу реле напряжения. Чтобы убедиться, что реле напряжения, например, при 400 вольт оно не сгорит и контактор останется у меня целый. Также и посмотреть отключится ли при минимальном напряжении, вот как в данном случае 45 вольт, у нас второй потребитель. То есть, нужно посмотреть, как действует реле напряжения, однофазное реле напряжения в подобных, вот в аварийных ситуациях. Так, ну, в общем, эксперимент третий. Подключил я обе наши нагрузки через реле напряжения ОРВ-02 на 220 вольт. Вот они. Ну, о схеме подключения я еще потом подробнее расскажу. В общем, здесь что? Вот, одна фаза у нас приходит на реле напряжения, на вывод А1. Отсюда же уходит на общий контакт 11. Далее, коммутирующая фаза с реле напряжения уходит, вывод 14, на нашу, как бы, первую квартиру, на наш контактор. Ну и А2, сюда подключается ноль. Ноль я подключил, вот он у нас приходит, общий магистральный ноль. Как бы в этажный щит дальше идет. Ну, а этот автомат я сделал для того, чтобы удобнее было разрывать, имитировать обрыв нуля в этажном щите. То есть, на самом деле, здесь как бы автомата быть не должно. Ну и вот ноль уходит у нас на наш контактор. Ну и второе реле напряжения аналогичное, только берется уже вторая фаза. Приходит на вывод реле А1, отсюда уже уходит на контакт, на клему 11 контакта нашего. И с 14-го уходит фаза у нас на вот этот шнур нашего нагревателя, теплонагревателя. Ну и также ноль у нас взят с реле А2. То есть, это у нас общий ноль. Все, вот такая вот незамысловатая схемка. Для наглядности установил мультиметры. Слева это у нас квартира номер 1, то бишь контактор. И справа это у нас квартира номер 2, то есть нагреватель. Еще раз показываю нормальный режим работы оборудования. Подал напряжение. Реле зеленое горит, то что на реле находится под напряжением. Красная горит, значит реле сработало. То есть, контакт замкнулся, фаза идет на нагрузку. Первая квартира 221 вольт и вторая 217. То есть, сейчас имитируем обрыв нуля в трехфазной системе. То есть, вначале я включу схему в нормальном режиме. А затем внезапно разорву этот автомат. То есть, разорву ноль. В прошлый, во второй эксперимент, 400 вольт подавалось, то есть, приходило на катушку контактора. То есть, это как у нас имитация потребителя. Ну, долго держать я не стал. Катушка как бы это напряжение выдержала. Но здесь у меня будет больше вопросов к реле напряжения. А конкретно вот к этому реле напряжения. То есть, квартиры номер один. Здесь напряжение, как я уже говорил, повысится до линейного. То есть, будет около 400 вольт. И мне очень-очень интересно, как себя поведет реле. Выдержит ли оно у нас такой скачок напряжения. Согласно инструкции по эксплуатации данного реле, Оно выдерживает порядка 260-270 вольт. Возможно, до 300 вольт. Оно как бы является, это для него, работоспособным напряжением. А вот про 400 вольт я нигде не увидел данных. А вот, например, у S&M 50M, вот у меандровский, да, он, реле напряжения, на нем конкретно написано, что он сохраняет свою работоспособность при напряжении от 50 до 460, или, по-моему, даже 480 вольт. Здесь же такого я не увидел, в принципе, поэтому и провожу данный эксперимент. Мне нужно убедиться, что при обрыве нуля и при приложении к данному реле напряжение 400 вольт, оно сохранит свою работоспособность, отработает должным образом, обесточит нашего потребителя и будет находиться в состоянии готовности, пока я не восстановлю схему. Итак, поехали. Нормальный режим работы. Разрываю магистральный 0. Так, реле стали реагировать, сейчас какое-то одно из реле должно отключиться. Отключилась первая квартира, а во второй напряжение вот скачет от 180 до 60. Очень сильно скачет напряжение и возможно, что это реле во второй квартире даже не отработает. Потому что уставка очень сильно гуляет напряжение от 200 до 60 вольт. В первой квартире напряжение достигало 350 вольт. Это выше, чем уставка, установленная на реле. Выше, чем 260 вольт. Реле у нас отработало. И через 4 секунды, тут 4 или 5 секунд, тут неровно стоит, оно отключило у нас контактор. Что у нас произошло со вторым? Первая квартира у нас отключилась, а вот напряжение во второй квартире почему-то у нас очень сильно скакало. от 60 и до 200 вольт. Соответственно, если бы она у нас держалась 4 секунды ровно, то таких бы... то все-таки, я думаю, она бы у нас отключилась. Отключила бы и вторую квартиру. Теперь предлагаю попробовать следующим образом. Уменьшить выдержку времени до 0.1 и повторить эксперимент. Так, повторяю эксперимент. Выдержку выставил 0.1 секунду на обоих реле. Поехали. Нормальный режим работает. 220 вольт. Отключаем магистраль. Оп. Оп. Вот такая вот получается у нас свистопляска. Что у нас получилось на этот раз? При отключении магистрали оба реле у нас мгновенно сработали и обесточили потребителя. Все отлично. Далее, при отключении обоих потребителей у нас напряжение, фазные напряжения восстанавливаются и реле опять подтягивается в работу. То есть, и подключает потребителя в работу. То есть, повторно на такой же режим работы оборудования с обрывом нуля. Напряжение опять распределяется на первой квартире повышенное, на второй пониженное. Опять отключает нагрузку. То есть, затем напряжение опять восстанавливается на фазах. Реле реагирует. Опять подключает нагрузку. Опять отключает нагрузку. Подключает, отключает, подключает, отключает. И так щелкает реле до бесконечности. То есть, пока у нас не восстановится магистральный ноль. Это, наверное, единственный недостаток реле напряжения, у которых нет выдержки времени на обратное включение. То есть, на включение реле после срабатывания. Здесь у нас имеется регулятор выдержки на срабатывание реле, то есть, на отключение реле, да. А на повторное включение реле выдержка у нас никак не регулируется. Что очень плохо. То есть, вы видите, что происходит, если у нас будет в двух квартирах установлено реле напряжение. То есть, они будут щелкать до бесконечности. Таким образом, пока не восстановится у нас магистральный ноль. А вот если бы у какого-то реле была выдержка времени на повторное включение, то есть, АПВ, как это есть, кстати, у многих реле напряжения, то после отключения реле пошла бы и восстановление напряжения, соответственно, на клеммах, да, на фазах, пошла бы выдержка времени, там, например, 5 минут. Все. Через 5 минут реле бы повторно включилось. И если бы фазное напряжение не соответствовало норме, оно обратно бы у нас отключило нагрузку. И пошел бы повторный отчет времени 5 минут. То есть, оно бы уже щелкало, допустим, это реле с функцией ПВ не так мгновенно, как вот вы видели сейчас, а с промежутком в 5 минут. Что, согласитесь, гораздо лучше, гораздо удобнее, гораздо безопаснее и надежнее, нежели вот так вот щелкать со временем 0,1 секунда. Ну, давайте проведем следующий эксперимент. Допустим, так, схему восстановим. Допустим, в одной квартире выдержка у нас выставлена 10 секунд, а на втором осталось 0,1. Так, посмотрим, что произойдет при этом. Итак, нормальный режим работы. Поехали. Везде по 220 вольт. Отключаем магистраль. Оп, этот у нас сразу отключился. Здесь пошла выдержка 10 секунд. На этом реле сейчас напряжение 460 вольт. На первом 160 вольт. Оп. Отключились реле. Оба. Напряжение 190 вольт первый потребитель, 192 вольта второй потребитель. То есть, видите, наше линейное сейчас напряжение равномерно распределилось по потребителям. Как бы. Но так как у нас установлены реле напряжения, то это напряжение у нас уже не уходит на нагрузку. То есть, она остается здесь вот на реле напряжения. Восстанавливаем схему. Всё, восстановилось. Ну, а теперь сымитируем ситуацию, когда у нас реле установлено только в одной квартире. Во второй квартире его как бы нет. То есть, всё напрямую подключено. То есть, посмотрим этот вариант. Выдержку здесь я поставил 8 секунд. Ну, давайте побольше. Вообще 10 поставим. Так, ну всё. Включаем нагрузку. Вот у нас всё нормально. Напряжение у нас 220-220. И отключаю. Оп. Видите, 360 вольт у нас в первой квартире. 35 вольт во второй. Реле сейчас сработает. Идёт выдержка. Оп. Реле у нас отключилось. Напряжение 380 вольт у нас осталось на реле напряжения. И 2,9 вольта у нас находится на теплонагревателе на второй квартире. А вот долго или нет выдержит у нас реле напряжения такой уровень напряжения, 380, я не знаю, если честно. То есть, вот поэтому и встречаются случаи, что вот в таких вот ситуациях у нас на себя всё берёт реле напряжение. И в итоге оно у нас сгорает. То есть, сейчас вот если я восстановлю, схема у нас восстановится. Ведь у нас не сразу на практике может восстановиться напряжение, правильно? То есть, контактор-то отключился у нас, нагрузка у нас защищена, а у треле напряжение у нас находится под повышенным напряжением. На которое оно, в принципе, не предназначено. Ну а что, давайте подержим тогда, посмотрим, что с ней произойдёт. Ну, прошло уже около 2-3 минут. Пока с напряжением, с реле напряжения ничего не происходит. Оно выдерживает такой уровень напряжения. В общей сложности прошло уже более 10 минут. Температура нагрева уже составляет 44-45 градусов. Видите, в этой точке. Прошло уже 30 минут, полчаса. Реле у нас продолжает работать. Режим у нас, видите, также 384 вольта на реле и 2,9 вольта на нагрузке. Так, по температуре, что у нас по температуре? По температуре у нас 47-48 градусов. Так, ну, в принципе, что? Достаточно, наверное? Конечно же, можно подержать и час, и два, и вообще посмотреть, насколько оно выживет. Ну, давайте эти эксперименты оставим на следующий раз. В принципе, на этом этапе нам достаточно того, что при линейном напряжении 380 вольт реле в течение получаса не вышло из строя, не сгорело. А теперь самое важное, что мы восстановим схему и посмотрим, как у нас сработает реле. Включит ли она у нас нагрузку в нормальном режиме или нет. То есть, как сохранилась его работоспособность в плане схемы управления. Так, поехали. Оп! То есть, всё, напряжение у нас выровнялось, контактор потянулся, тепловентилятор заработал, реле у нас осталось в работоспособном состоянии. Ну, и сымитируем ещё раз. Сейчас работает, выдержка 8 секунд. Оп! А на этом я заканчиваю данное видео. Надеюсь, что данное видео вам понравилось. Если оно понравилось, обязательно ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал Заметки Электрика. Ну, и с вами, как всегда, был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok